всем привет и комментарии одного из моих зрителей и я знаю этого зрителя по одному из формам на которых мы раньше взаимодействовали натолкнул меня на мысль об этом видео такое знаете двоякий вопрос это дикая природа до орхидеи как растут они в дикой природе орхидеи как они растут у нас и как вы знаете все наверное заметили если нет тогда звучит я много и читаю и смотрю различных книг видео статей документальных фильмов о том где растут наши орхидеи собственно быхореале обитания очень часто эти фильмы вообще например о животных которые там живут но ты видишь окружение обстановку ты видишь этот лес ты видишь что вон там вот растет орхидея или в там растет что-то еще что является таким растением соседом для орхидеи и ты понимаешь то в каких условиях они растут и это очень полезно но в этот же момент не надо забывать о том что мы это не дикая природа и то как растет растение у нас это совсем по-другому то есть вот тут должна быть золотая середина ты должен изучать должен не люблю я слово должен но вот ты изучаешь как она растет там у себя на родине чтобы понять какие условия ей нужны чтобы понять вот ту основу за счет чего она растет что ей нужно какие условия ей нужны почему ей нужны такие условия вот что приводит к этому развитию то есть на самом же деле ну как сказать период сухой период покоя не потому что она цветет она цветет потому что сухой период покоя на такой простой пример но вот есть грань которая все-таки различает вот то насколько мы должны следовать тому как в дикой природе это как вот на самом деле мы растим у себя дома я кстати писала об этом статью для орч клаб у которых я очень часто заказываю орхидеи они основной постойщик счастья орхидейного я оставлю ссылочку в описании на эту статью у них кто захочет может перейти и почитать так и возвращаясь к тому о чем мы говорили а вот вы изучили как в дикой природе вы как бы подстроили да потому что например у себя на родине орхидея солнышко освещает у меня световой день 12 часов 14 часов какой-то период например 16 часов и желательно сделать это и дома потому что иначе она будет угнетаться не будет хорошо расти не будет хорошо цвести этому мы следуем а например еще орхидеи которые растут в листопадных лесах я уже как-то об этом вдруг видео говорила например в средних ярусах нижних ярусах когда этот самый лес полосеет и опадает в сезон листопадный орхидеи начинать получать больше света хотя с одной стороны да например освещенность в принципе в том регионе может падать за счет того что это зимний период но из-за того что нету вот этой кроны которая защищала от солнца и фильтровала много солнечного света для этой орхидеи уровень освещенности возрастает есть такие орхидеи их не так на самом деле мало и им на зиму советуют на период покоя подымать уровень освещенности и мы этому следуем мы следуем тому как мы растим то есть мы же не сажаем их в землю наши орхидеи ну мы не говорим сейчас особенностях выращивания некоторых видов трестерал орчат с которой собственно земляные орхидеи почвенную которые растут не на деревьях мы если говорить вот о эпифитных и некоторых литофитных то мы все-таки да следуем такому вот природному их выращиванию кто не может на блоках пытается сымитировать это в горшке с корой но мы же не сыпем туда не землю ничего подобного но опять-таки это все такая вот имитация но есть например вопросы удобрения и для меня так вот ну для себя я решила да сделала выбор многие другие для себя не решили и а вот когда я говорю что я там зимой удобряю да как я удобряю спасибо если я не ошибаюсь владимир зовут этого пользователя он задал классный вопрос я ему писала вот такую простыню ответа но там вообще на самом деле очень коротко и не все что хотелось сказать вот так как в дикой природе орхидея удобряется это вообще все зависит от того где она растет если она растет там где круглый год все одинаково да и ничего не меняется и бегают эти обезьянки птички жучки то как бы в принципе она круглый год так в сферическом вакууме рассуждаем круглый год в принципе она удобряется одинаково тут может прийти обязательно человек который скажет ну как это одинаково вот сегодня на нее обезьянка может пока катя завтра не пока как а вот потом там в том месяце там поселится стая летучих мышей которая вот все время будет своим гуана удобрять а там следующем месяце нет то есть и тоже будет прав потому что вот в дикой природе это все достаточно хаотично и там очень много факторов которые на это влияют вплоть а как бы это было не смешно но вплоть до того насколько пыхтит соседний вулкан что он выбрасывает в атмосферу и что из этого попадает до грубо говоря в тучки которые потом выливают в виде дождика водичку на наш орхидеи это такой вот очень тонкий взаимосвязанный процесс а есть например орхидеи растут в местах где есть как у нас сезонность такая жесткая смена где вот четко выраженные сезоны пусть их даже два например но они все равно четко выражены там идет колебания то есть там больше получает там меньше получает то есть опять таки же в зависимости от того какой регион мы берем где она растет или где-то может быть больше дожди до в тот период где-то может быть засуха где-то может быть миграция животных это все влияет поэтому вот вопрос удобрения в дикой природе крайне щекотливый и на самом деле то что предоставляем мы своих условиях дома а тут мы у природы выигрываем на самом деле потому что там орхидея живет на знаете как как повезет удобрилась классно не удобрилась сэляви но вот у нас мы можем хотя бы в этом плане создать вот прям идеальные условия и дать вот удобрение и вот в вопросе удобрений именно чистоты вот этого всего на дикую природу опираться не стоит единственное на что стоит убираться опираться не убираться это то что вы даете и в каком виде опять-таки многие говорят что ну вот же в дикой природе обезьянка ж покакала вот я ты или там летучая мышка я вот купила гуана летучих мышей я буду вот природным удобрять но мы немножко забываем о том что орхидея наша так устроена кстати многие растения на самом деле даже наши полосы так устроены что они не выбирают удобрения из вот таких вот природных источников на самом деле они живут в симбиозе с грибами с бактериями с какими-нибудь насекомыми которые поглощают это самое гуана перерабатывают его и уже выдают орхидеи в том виде в котором она может поглотить поэтому на самом деле так в дикой природе важен симбиоз орхидеи с грибами вот той самой микоризой и то есть вариант что мы положим гуаной будет все круто на самом деле не круто на самом деле орхидея не получит того сколько надо плюс это не очень контролируемо мы живем в технологическом мире который развивается и это тоже надо учитывать и мученые не дураки и давайте честно там топовые гроуверы тоже не дураки и уже давно открыли в какой форме лучше всего поглощаются удобрения ну зачем например играть в рулетку и там поглотить не поглотить там выработать есть у меня там те бактерии нет у меня тех бактерий плюс у нас частые пересадки да плюс мы там что-то травим промываем добавляем еще чего-нибудь ну в общем творим всякое с нашей орхидеями я например вот это мой выбор мне нравится вот то что могу в хелатной форме то что существует я даю в ней потому что это вот самое идеальное для растений форма они вот ее поглощают просто на ура и ты точно знаешь сколько ты дал дальше идут неорганические да там в принципе тоже ты знаешь сколько там чего и сколько поглотит но поглощается немножко хуже чем в хелатной форме и есть органика я вам честно скажу дело не в том что я там против органики я бы за я иногда вот сижу и просто залипает удобрение я бы купила там гуана летучих мышек там еще что-то водоросли вот это вот все 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 но во первых все не купишь во вторых это бесполезно сразу все давать и когда становится выбор ну вот я все-таки придерживаюсь этого мнения если вы придерживаетесь другого это круто удобряйте если у вас получается идет это тоже круто удобряйте так то есть но я уже переключилась на другую тему возвращаясь к дикой природе никто там не трясется над орхами но вы видели какие иногда они там облезлые страшные полувымершие а зачем зачем если можно вот удобрять и поэтому в плане удобрений я не сильно опираюсь все-таки на дикую природу я вот именно когда удобряю я опираюсь на то что я вижу на орхидеи если она шпарит в рост в цветение еще во что-то я не думаю о том что вот а там в дикой природе у нее сейчас засуха она там не получала так что пусть сидит на голодном пакете нет я вижу что она растет и я бегом ей даю чтобы она выросла крутой то есть или если у меня например ну сбитый цикл у орхидеи у нее сейчас там на родине она должна активно расти ее там надо кормить мартышки на нее какают а у меня она отдыхает спит я не начинаю ее насильно пихать потому что ну она спит и надо отдохнуть все я ее не трогаю в общем я надеюсь вы в принципе поняли что я имела ввиду о том что когда мы говорим о наших растениях любых не только орхидеи надо знаете отовсюду взять лучшее то есть надо понимать над как они там растут у себя в дикой природе и использовать эти знания во благо пользоваться ими но в то же время не перегибать палку и понимать что есть моменты где мы круче чем дикая природа вот насколько бы она не была невероятно совершенно и ну просто волшебной но есть моменты где мы бываем круче чем она и вот в этом вопросе это тоже давание удобрений и борьба кстати с вредителями мы тут тоже бываем покруче чем она поэтому тут все таки ну стоит наверное не столько полагаться как в дикой природе да они удобряются а то как они сейчас у вас растут и что им сейчас лучше дать вот так всем большое спасибо за просмотр надеюсь вы досмотрели это видео до конца и всем огромнейшее спасибо кто досматривает видео до конца сейчас появятся вот тут подсказочки с видео которые можно посмотреть сквозь листами с подпиской на канал в описании конечно же будет много полезных разных ссылочек и подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии давайте обсудим этот вопрос заходите в мои соц сети кому как где удобно и на этом все всем еще раз большое спасибо за просмотр всем солнечных дней пышных цветений пока 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 пока